Начнем с шокирующего случая в аэропорту Шереметьево. Самолет насмерть сбил человека стойкой шасси. Человек бежал там, где самолет разбегался перед тем, как подняться в воздух. Георгий Алисашвили об участниках трагедии и, конечно, о версиях. Сильный удар по стойке шасси почувствовали и пассажиры, и пилоты взлетавшего Боинга, которые доложили диспетчеру о столкновении, предположительно, с животным. Мы все сделали, контрольный выпуск, сделали уборку. У нас все нормально, никаких отказов, ничего там не видно. Я думаю, что заезд там не мог нанести повреждения каких-либо. Продолжаем полет. И действительно, самолет без проблем поднялся в небо. А вот у молодого человека шансов выжить после столкновения с Боингом не было. 25-летний гражданин Армении Альберт Епримян вчера был депортирован на родину. Путь в Ереван лежал через Москву. В полете из Мадрида в столицу России пассажир вел себя агрессивно. Провоцировал соседей, а на руководителя русского национального балета Сергея Радченко, который летел тем же рейсом, и вовсе набросился с кулаками. У него то пассивное состояние, то агрессивное дикое состояние. Он был совершенно невменяемый. И он в меня вперился и стал на меня смотреть. Ну, я, чтобы его не провоцировать, я уперся в телефон, сидел в телефон. Вдруг чувствую удар в челюсть. Жена сразу закричала, стюардесса, стюардесса. Они прибежали и пытались его утихомить. Это было довольно сложно. Они попросили там здорового мужичка какого-то, который подсел и заблокировал выход, чтобы он не смог выбраться и наделать взял там еще. О нештатной ситуации на борту экипаж сообщил на землю. И в Москве буйного пассажира дожидались стражи правопорядка. В терминале Ф аэропорта Шереметьево Епримяна сопровождают полицейские. Сотрудники постоянно держат его в поле зрения. Они встречают пассажира у трапа самолета, вместе проходят в отделение. Там выясняют все подробности и составляют протокол. После чего, опять же, с сопровождением Епримян проходит регистрацию на рейс до Еревана. А потом под присмотром полиции вместе с остальными пассажирами садится в автобус, который отвозит его прямо к самолету. До этого момента все строго по инструкции. Но на борту Альберта Епримяна так не оказалось. Для неустановленных в настоящее время следствием обстоятельствах молодой человек проследовал в неизвестном направлении. После чего в 20 часов 10 минут мужчина вышел на взлетно-посадочную полосу аэропорта Шереметьево. Судя по всему, желания лететь в Ереван у депортированного пассажира не было. В своем фейсбуке в качестве родного города он указал Барселону. Но и это не дает ответа на вопрос, каким образом Епримян оказался на летном поле. Камер, зафиксировавших его похождения по территории аэропорта, десятки. Их, кстати, отслеживают и в реальном времени. Тем удивительнее, что не севшего в самолет человека так просто упустили из виду. Рейс в Москву был стыковочным. Так что границу России Альберт Епримян не пересекал. Все это время он находился в так называемой транзитной зоне, где контроль за происходящим особенно строгий. Но, по крайней мере, в теории все должно быть именно так. На деле же вышло, что никто не помешал неадекватному пассажиру оказаться в зоне, где посторонних быть не должно в принципе. Ни человек, никакая техника не должны находиться на взлетно-посадочной полосе в то время, когда происходят взлетно-посадочные операции. Аэродром Шереметьево – это по количеству взлетно-посадочных операций самый интенсивный аэродром в Российской Федерации. Постоянно происходят взлеты и посадки самолетов. Это был смертельный риск, в итоге не улетевший в Армению. Пассажир попал под шасси Боинга 737, который направлялся в Афины. Все произошло за мгновение до взлета. Альберт Епримян погиб на месте. Эксперты говорят, жертв могло быть и больше. Любые экстренные ситуации в момент разгона самолета чреваты самыми тяжелыми последствиями. Безопасность здесь обеспечивают десятки людей. И вот даже мы, летчики, не можем пройти, пока не пройдем коробочку, пока не пройдем, с карманов все не вывернут. Службы досмотра, которые вас досматривают в аэропорту, это одна служба. И вот когда пассажира передали уже в службу перевозки, вот когда они в накопитель прошли или сели в автобус, вот здесь отвечают работники службы перевозки. И опять же, служба безопасности у каждого самолета присутствует во время посадки. Вот именно от таких случаев. После обнаружения тела несколько вылетов в аэропорту были задержаны, но вскоре полеты возобновились по расписанию. Проверку служб безопасности аэропорта Шереметьево сейчас проводят прокуратура и Росавиация. Что же касается самолета, летевшего в Афины, он успешно совершил посадку в аэропорту на значение, однако наземные службы выявили у него повреждения стойки шасси. До устранения последствий столкновения самолет отстранен от полетов.